Ну и да, вот что творится. Вода копеет. Так проживают люди на улице Веры Кащеевой 23-2, который год в доме течет крыша. А в межсезонье вода просачивается до нижних этажей. Разгорания не было, но вот как замкнуло, что света здесь не было. И вода там как добежала, докапала до третьего этажа. Вот за 36 лет я просто в шоке от этого дома, конечно. Ну там, конечно, ужас. Когда позвонила, что у нас по свету там на нашем этаже пробежала, счетчик открыла, там капает вода, все. Поднялась на девятом, там вообще бежит. У них там света не было. Вызвали электриков, все, они там где-то не на крыше, а вот где-то там они чем-то там закрыли, чтобы пока вода не бежала, чтобы более-менее нам свет включили. Там все сыро. Жители говорят, уже устали бороться. Так Лилия Колдыркаева живет в доме с 2003 года и имеет уже 20-летний опыт заплывов. В последнее время подводят и трубы. И крыша бежит, и трубы бежит, и все бежит, и это мы все сами устраняем. Две недели назад топило меня. Топил седьмой этаж, слава богу, устранили. Пятый этаж топило постоянно, они подставляли ведро. Пока они не уехали в деревню, ведро не перевернулось, и меня затопило. Трубу поменяли на седьмом этаже. Сломали все стены, добрались до этого источника потопа, устранили. Так люди жили без холодной воды больше двух недель. Но если с потопами справляются с помощью тазиков, то с замыканием электропроводки разбираться самостоятельно крайне небезопасно, подчеркивают жильцы. Вот эти вот провода здесь, сейчас уже мы самостоятельно пообрезали все мясо, потому что меня когда затопили сверху кипятком, у меня, не помню какой год, значит, полетела вся аппаратура, то есть холодильник, микроволновка, все стены были потопом, и все вот эти вот электрические провода, то есть я меняла самостоятельно, потому что здесь добиться нервного. Жильцы регулярно обращаются в управляющую компанию ДЭС-1 Ленинского района, но особых результатов не видят, однако получают отчеты о проделанных работах. Это вот мы взяли, да, документы, что ремонт, вот межпанельный швов, кому они делали, латочный ремонт, вот кровли. То есть документально все работы проходят стабильно. Дозвониться до УК нам не удалось, впрочем, на наши телефонные звонки в ДЭС-1 давно не берут трубки, или говорят, что директора нет на месте, поэтому мы направили в компанию очередной официальный запрос, ждем ответа. Сколько тоже добивались, добивались этого ремонта, бесполезно, бесполезно соберут нас, вот так, все, все, ладно, будем делать, будем делать, одни обещания. И все, и в итоге ничего, ничего. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком.